Из-за ливневых дождей, которые имели место на прошлой неделе, уровень воды в реке Псу увеличился. В результате река нанесла ущерб селу Гичрипш. По подсчетам руководства села, водой было смыто порядка 10 гектаров земли. Глава администрации села Гичрипш Роман Харабу отметил, что водой была смыта земля, находившаяся в пользовании у жителей. В связи с тем, что на прошлой неделе были сильные ливневые дожди, получилось так, что в горах сильные дожди прошли, река Псов поднялась намного выше обычного уровня и так далее. И вот все слабые места с нашей стороны подмыло и унесло очень много земли. Около 10, даже 12 гектаров по нашим подсчетам. Река до поры до времени наносила ущербы российской стороне. Но уже на той стороне проведены работы по укреплению береговой зоны. И потому вода их не затронула. На сегодняшний день очень много работы было сделано с российской стороны по укреплению. И в связи с тем, наша сторона получилась чуть слабее. И вот здесь, прямо где мы стоим, это русло подошло под школу. Почти напрямую осталось около 100 метров до школы. И благодаря нашему государству, нашему районному руководству, по первому нашему зову, они откликнулись, дали нам технику необходимую. Обязательно новое русло, чтобы сейчас основной поток направить в другую сторону. Здесь работы произведены уже, наверное, около полтора километра почти. И еще дальше будут делаться, еще здесь около километра работ. Но это только здесь, в этом месте, чтобы сохранить удар от школы. Ну, не допустить такое вот. А дальше по руслу реки эта техника будет идти наверх. Там тоже очень много мест, там, где жилые районы, где вода подошла к нашей центральной дороге, которая объединяет все эти села. И, ну, я могу сказать спасибо, потому что первая помощь, можно так сказать, оказана вовремя. А дальше уже тоже мы надеемся, что уже серьезный подход будет и будут приняты решения. В село Гичрипш входят сельские администрации Псоу и Пшоухуа. Река не раз смывала и дорогу, связывающая эти села. Сейчас здесь ведутся работы по укреплению берега. Однако это может защитить село от воды лишь пару лет. Проводятся очень серьезные мероприятия по, да, временному, но укреплению. Это временное укрепление где-то на года на два нам сейчас хватит. До каких-то дальнейших серьезных принятий решения. Без капитальных дамб, они когда-то были сделаны, но река это все смыла. И дальше все вот эти промежуточные, где она пробила, это все надо восстанавливать. Здесь огромный объем работы. С силами нашего села и даже, может быть, в общем района это практически, наверное, невозможно.